Это уже не первое заседание, которое проводится в администрации города по подготовке к культурно-спортивному празднику Сабантуй. Оно и понятно, продумать надо все до мельчайших деталей. Ведь в этом году наш город на этом празднике принимает гостей из Свердловской области, Республика Тарстан и Башкортостан. Дмитрий Коробейников в начале совещания говорит о некоторых изменениях в программе. Буквально сегодня утром до конца разрешился вопрос, но по крайней мере уже направили на согласование, это то, что проведение скачек у нас было под большим вопросом. Значит, арендуемые поля не предоставляют нам на тех условиях, которые мы заявляли. То есть скачки отменяем. Из-за сокращения программы будет меньше работы и у правоохранительных органов, которые будут контролировать вопросы безопасности пребывания гостей на праздники. Силовыми структурами предположительно будет направлено на мероприятие порядка 90 человек. Также помощь ожидается из двух райотделов Ревды и Дегтярска. Мы расчет сделали сотрудников, которым мы можем своего отдела выделить. Людей не хватает, так сказать. Мы написали докладную записку на имя генерала нашего с просьбой помочь нам. Я не знаю, какое решение будет. Также мы хотим из Екатеринбурга, чтобы установили у нас высотное наблюдение. Вот это ОК-1, оно в принципе дисциплинирует народ, так сказать. Я не знаю, как у ГИБДД отнесется к нам. Нам помощь сотрудников ГИБДД, это, конечно, нужна. У нас проблема остается. Как мы будем размещать автотранспорт, который прибудет? С размещением автотранспорта гостей города вопрос также решается. Планируется на въезде в город организовать парковку ориентировочно на 3000 машин. Она будет обозначена информационными знаками, и там же будет организовано дополнительно два пешеходных перехода. Не забудут организаторы и об установке мусоросборочных контейнеров. Сам же праздник пройдет на двух площадках. Это стадион труд и городской парк. Все основное действие начинается на стадионе. Значит, там установлена сцена. Начало мероприятия 12 часов. Приветственное слово от губернатора. И потом они остаются посмотреть небольшой пролог, минут 20, и уже пойдут дальше по площадкам. Отдельная площадка будет определена для спортивных и национальных состязаний. Выбрано место и для проведения детского сабантуя. По проведению праздника особых вопросов не возникает. Все организационные моменты прорабатываются отдельными рабочими группами. А вот, к примеру, организация торговых рядов и мест приема пищи вызывает некоторые опасения у организаторов. Ведь многие захотят полакомиться шашлычком, для чего начнут сами разводить костры. У нас введен особый противоужажный режим. Разведение костров запрещено. Как таковых, да, что тогда либо мангалы, да, либо какие-то, не знаю, как говорите в них, бочки, да, таких. Сразу по возможности, ну, предупредить о первичных мерах. Огнетушитель, вода, песок, ну, основные. Кого предупреждения? Значит, от нашего отдела, ну, на данный момент три человека у нас. Будем дежурить, ну, по этим местам контролировать, ходить, наблюдать. Так как праздник областного значения пройдет у нас в городе, то гостей мы должны встретить, что называется, во всеоружии. Чтобы гостеприимство Полевского запомнилось надолго, Максим Незлобин предлагает основные площадки мероприятий всем городам привести в надлежащий вид. То есть у нас 20-го числа состоится общегородской субботник. Все, если жители нас поддержат со своим инструментом, может, кто-то даже придет с бензокосой, с бесттримерами, мы найдем объем работы, и наш парк не только к Сабанту, но и вообще к другим городским мероприятиям приобретет хороший вид, привлекательный. Поэтому любая помощь населения, было бы здорово, чтобы люди поддержали нас в этом. Наталья Рожкова, Александр Полищук. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok